Александр Халитов, Томсон, на меня кадыровцы написали заяву в Турции, что я избиваю тех кадыровцев, которые отказываются мне платить дань. Я слышал об этом? Тебя и спустить нельзя, и здесь ты мне не даёшь покоя. Томсон, на данный момент какой расклад войны в Украине, на твой взгляд, чем всё закончится? Заканчивается. Можно ли ожидать капитуляцию России? Слушайте, пока говорить о заканчивании, я думаю, не стоит, но что там заканчивается? Пока всё в самом разгаре, ничего не заканчивается. Капитуляцию России ожидать в ближайшее время, опять-таки, какие есть предпосылки для этого? Я тоже ничего подобного не вижу. А вот когда это будет, как это будет развиваться, я не знаю. Я не эксперт в войне, это раз, и я не умею делать прогнозы, это два. В этом вопросе, наверное, лучше послушать Арестовича, каких-то иных экспертов в военном деле, вовлечённых в эти события. Саламу алейкум ахи. Можно ли сказать, что в это время войны в Украине Всевышний дал вам шанс стать снова независимыми? Ещё мазхадов закаяв сейчас в Украине. Почему они стараются не пропустить шанс? Я бы так сказал. Сейчас у нас был бы шанс, если бы мы были готовы к этому шансу. Шанс глобально, он действительно сейчас есть, но мы не готовы к этому шансу, поэтому использовать его мы, к сожалению, пока не можем, не в состоянии. Племянник Евкурова стал умерением в Украине. Да, эту новость я тоже видел, что его племянник по материнской, по-моему, линии, Хамхоев, кажется, его фамилия, он погиб в Украине. Ну, я думаю, Евкуров будет гордиться своим племянником. Он последовал по стопам своего дяди. Дядя у него, герой России, тоже за Россию матушку кровь свою проливал. Чуть не погиб во время своего президентства в Ингушетии, когда на него было совершено покушение. Пусть теперь гордится своим племянником. Саламу алейкум. Тумсу, скажи, пожалуйста, почему в своих эфирах ты никогда не говоришь о братьях-муджахедах, Ингушетиях, которых было немало в обеих войнах. И, иншаллах, они шахиды. Конечно, они шахиды. Ва алейкум асаламу аулаху. Они, иншаллах, шахиды. Мы делаем за них дуа и не разделяем между муджахедами, которые сражались из Ингушетии, из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаева, Черкесии, Узбекистан, Таджикистан. Арабские страны. Те добровольцы, которые были на наших войнах и своей кровью потом помогали нам, вместе с нами шли к единой цели. Это наши братья, мы их любим и делаем за них дуа. Отдельно о каких-то личностях. У меня есть какие-то ролики про отдельных личностей, но это в основном бывают какие-то лидеры, связанные с их деятельностью, с их жизнью и их смертью. Отдельно про какие-то народы добровольцев из каких-то стран или республик. Я просто не мой формат, я ничего подобного не делаю. Иди сюда, малыш, иди. Сам спрыгнул, а теперь просишься. Тумсо. Вот говорят, что Россия вторглась в Чечню, но я слышал, все это началось с того, что чеченцы русских начали убивать в парламенте. В парламенте Чечни вроде бы. Скажи, пожалуйста, вкратце, с чего началась ваша война? Ну, точно никаких русских парламентов у нас не убивали. Однозначно с этого война не начиналась. Война началась с вторжения российских войск, оккупационных войск на территорию суверенного государства Чечени. Вот с этого началась война. И придумывать какие-то там объяснения, оправдания этому, это слишком глупо. Какие были предпосылки всему этому? Главной предпосылкой начала войны было желание чеченцев жить в свободной своей стране, в своем государстве. Вот такая была предпосылка. Ничего более не было. Все то, что Россия пыталась, то, чем она пыталась оправдать свою агрессию в отношении чеченцев, это была просто пропаганда. Конечно, нужно было как-то идейно поддерживать своих, свои оккупационные войска. Конечно, им нужно было объяснять, что чеченцы, они очень плохие. Почему русский солдат, российский солдат должен убивать чеченца, ему же нужно было давать какую-то мотивацию для этого убийства. И, разумеется, пропаганда работала. Причем она, в Первую войну она еще не так работала. Вот во время Первой войны никакой речи о каких-то убийствах русского населения в Чечне не было. Ничего подобного не было. Вот этот миф про массовое убийство русских чеченцами, он появился уже ко второму вторжению России. Вот здесь они начали уже придумывать этот миф, раскачивать его. И сделали это основным материалом для промывки мозгов, отправляемых к нам российских солдат. А тогда, в Первую войну, никакой речи об этом даже не было, потому что этого не было, потому что это неправда. И чеченцы, и русские, и любые другие жители Чечении, они, те, которые уезжали, вынуждены были покидать нашу страну, они убегали из-за российских бомб, российских ракет, из-за российских солдат, российских зачисток. Никто не бежал от чеченской армии. Никто. Нет ни одного такого примера. Асан Халитов. Тумсон, и меня кадыровцы написали заяву в Турции, что я избиваю тех кадыровцев, которые отказываются мне платить дань. Я слышал об этом, Асан. Я считаю, что ты очень неправильно с ними поступаешь. Ты притесняешь, по сути-то, нарушаешь права бедных кадыровцев, которые приезжают в Турцию в надежде хоть немного отдохнуть от пыток, от издевательств над людьми. У них же тяжелая работа. Они днем и ночью ради интересов России, ради этой российской конституции, путинского унитаза, они пытают чеченцев. Они похищают нас. Они похищают женщин. Теперь уже перешли и на женщин из наших домов. Они над ними издеваются. Они творят вещи, о которых даже говорить, честно говоря, неудобно в эфире, в аудитории. Но это всем нам известно, то, что они творят с женщинами. Это коснулось непосредственно нас с тобой. И вот они приезжают после этих трудных рабочих будней, приезжают в Турцию, чтобы немного отдохнуть от всего этого, расслабиться. И тут ты начинаешь со своими вопросами, со своими профилактическими беседами, со своими вызовами. Ты их напрягаешь, ты нарушаешь их права. И самое главное, ты показываешь, прежде всего нам, чеченцам, да и всему этому миру, что в Турции вот та самая Ахмат-сила, которая у них по России везде носила, в Турции она вдруг перестает быть силой. А это уже репутационные потери. Не просто так человеку облом по отдыху получился, а это еще репутационные получились потери. Вот этот вот Кадыровец, с которым на днях какие-то неизвестные в Турции провели профилактическую беседу в Анталии. Вот представьте, я его досье немножко узнал о нем. Он лет 15 трудился в этих структурах кадыровских, он был в Аммоне, был в этих разных структурах МВД, он работал, работал. 15 лет человек этот авторитет свой делал вот в этих кадыровских кругах. 15 лет трудился над тем, чтобы его знали, чтобы его имя как-то звучало, чтобы его слово было весомым в этих кругах. Вот он трудился, 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 15 лет напролет. После этого он приезжает уже с этим багажом, с этим своим авторитетом кадыровским, приезжает в Турцию. И в какое-то мгновение, буквально за несколько минут, все, что наш это непосильным трудом, все просто смывается в унитаз. Вот эти вот негодяи, вот эти в Анталии, которые его настигли, с ним провели эту беседу, они просто уничтожили. Все то, что он с таким трудом, кровью и потом достигал, 15 лет они взяли и просто в миг уничтожили все это. Ну, как после этого дальше жить? Вот представьте, насколько ему обидно. Насколько он кусает свои локти, он жалеет, наверное, что он поехал в эту Турцию, сунулся, что решил там отдохнуть. Тебя и спустить нельзя, и здесь ты мне не даешь покоя. Субтитры сделал DimaTorzok